Привет всем дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу показать 5 топовых ароматов на лето. Это видео я делаю совместно с замечательным блогером Ольгой, поэтому приглашаю вас всех к просмотру этого видео. Хочу начать видео с того, что 5 ароматов я выбрала из большой коллекции. То есть в моей коллекции около 200 ароматов, а может быть и больше, надо пересчитать, я не считала, но это не важно. Важно то, что те ароматы, которые я выбрала, я активно, ну активно, не активно, но реально пользовалась прошлым летом 2015 года. Эти ароматы я пробовала носить осенью, зимой, весной. Для меня лично самая лучшая погода это летняя. Для тех ароматов, которые я вам сейчас покажу в этом видео. В общем, те ароматы, которые я выбрала, мне прекрасно подходят на лето. Эти ароматы очень стойкие, сильные, не слабенькие, не цитрусовые, это точно. Потому что я летом люблю носить тяжелые ароматы, так как в теплую погоду аромат любит растворяться. Естественно, аромат надо попробовать, подойдет ли он в теплую погоду. Потому что есть ароматы очень сильные, густые, тяжелые, но могут не подходить в теплую погоду. Им надо выбирать, например, осень, зиму или весну. В общем, это все тоже надо пробовать. Я эти ароматы попробовала носить летом. Они мне просто идеальны на лето. И поэтому я хочу с вами поделиться в этом видео этими ароматами. То есть, пять топовых ароматов. Я начну с пятерки, то есть, сзаду. Не начну я с первого аромата. То есть, с аромата, который у меня стоит на первом месте. Я начну с последнего места, это с пятерки. То есть, пятое место, это у меня марка Lancome. Называется аромат «Жизнь прекрасна». Здесь даже так написано. И на итальянском языке написано «La vita e bella». Вот. Вот какой флакончик. У меня здесь есть надписи. Это лимитированный выпуск. То есть, лимитированный выпуск флакончика я купила перед Новым годом 2015 года. Очень мне нравится носить этот аромат именно летом. Он не раскрывается таким каким-то приятным, необыкновенным. Я его, я сахара не слышу. А вот зимой он какой-то мне не очень комфортный на мне. Хотя не могу сказать, что он плох на зиму. Но весной, когда уже потеплело, тоже я могу его носить. Видите, я его немножечко поносила. Что еще хочу сказать об этом аромате? Для меня он на пятом месте. Вот этот аромат я поставила на пятое место. Почему? Потому что этот аромат очень популярный. Хотя этот аромат можно спокойно ставить на первое место. Так как я люблю что-то оригинальное, очень красивое и быть единственной, неповторимой, выделяться, то, конечно же, я этот аромат поставила на пятое место. Хотя другие женщины, которые любят, чтобы аромат был узнаваемый, что они на себя одели аромат от марки Lancome, жизнь прекрасна. То есть кто-то любит так. Я, например, люблю немножечко выделяться. Хотя, когда мне нравится аромат, я могу сказать, что я к этому отношусь очень спокойно. Если мне нравится, нравится. Буду носить, несмотря на то, что многие носят. Я как бы не делаю такой барьер серьезный. Хотя, сейчас я делаю этот барьер, потому что у меня очень много ароматов. Есть что носить, поэтому, может быть, я делаю этот барьер. Если бы у меня было 5 ароматов, может быть, я об этом бы и не думала. Этот аромат очень красивый, очень стойкий, особенно летом. Шлейф шикарнейший, а вот зимой он какой-то скупой. В общем, как-то он съеживается, на мое усмотрение. У нас здесь, в Италии, зима совершенно другая. Не такая, как в России, как в Украине, без снега. У нас здесь сыро. В общем, дожди не очень приятная зима. Поэтому я итальянскую зиму не люблю. Честно, открыто скажу. И, в общем, вот этот аромат у меня на пятом месте. Я его могу одевать вечером, днем, утром и перед сном, когда только захочу. Он мне не надоедает, не раздражает на все случаи жизни. Вот этот ароматик. И на четвертом месте у меня аромат от марки Кома де Гарсон. Отто, отто, отто 8, 8, 8. Такой упаковки красивой. В общем, золотистой. И вот такой вот флакончик. Красивенький. Вот этот аромат. Очень красивый. Специевый. Это унисекс. Этот аромат сложно найти. Но, действительно, когда теплая погода, тянется длиннющий шлейф. Там реальные специи. Реальные специи. И очень красивые. Ни одна нотка здесь не вылазит, не напрягает. И это не кухонный аромат, как про него рассказывали блогеры. Я не буду упоминать имя этих блогеров. Вообще, обозвали, бог знает чем. Не буду я поднимать эту тему, потому что мне неинтересно. Единственное, что я скажу, это аромат специй и металла. Здесь чувствуется что-то металлическое. Вот реально чувствуется металлическое. Его любит носить мой муж. Я редко одеваю этот аромат. Но, когда одевает мой муж этот аромат, я просто приятно удивлена, что он так красиво раскрывается на мужской коже. На моей коже он тоже красиво раскрывается. Но, все-таки, я люблю обонять от моего мужа этот аромат. Я люблю слушать этот аромат. Действительно, он очень-очень такой аристократичный. Даже вот так вот скажу. Ни в коем случае не кухонный. Это было четвертое место. Аромат лилий. Шикарнейший аромат. Красота невероятная. Я жду лета, чтобы носить вот этот аромат. Я пробовала носить его зимой. Пробовала его носить весной. В теплую погоду весной. Да, его можно носить. Здесь еще есть блесточки. Это лимитированная версия. Очень красивый флакон в виде зажигалки. Ну, это просто красота. Пудренная лилия. Но красота невероятная. Вот такой пудренный, запудренный цветок лилия. Очень красиво. И создает такую красивую атмосферу возле вас. Шлейф есть. Кстати, шлейф есть, когда его носить в теплую погоду. Он как бы боится, наверное, холода. Поэтому я его не очень сильно люблю носить в холодную погоду. Видите, я жду лета. Вот столько я его сносила. В общем, его надо наносить очень мало. Потому что он действительно очень стойкий. Он имеет способность от одного пшика делать такое огромное широкое облачко. Окутывать вас. И за вами будет тянуться длиннющий шлейф. В общем, шикарный шлейф. Во-первых, создает такое богатое впечатление про женщину. Ну, в общем, как будто бы вы обмазали себя дорогущим кремом с ног до головы. И вот вы идете... А женщины прям хотят идти за вами сзади и слушать, как вы красиво пахнете. И на каком же месте это у нас? На втором месте это у нас Микалев. Год тому назад купила. Пробовала его носить весной. Пробовала носить осенью. Пробовала носить зимой. Зимой он как-то съеживается. Больше грибы я слышу зимой. Вот такие грибы, лес, земля. Мокрый какой-то он становится зимой. Очень красивый флакон. Крышка здесь вообще очень плотно сидит. Поэтому сейчас будем пробовать снимать вместе. Красота невероятная. Вот когда тепло, когда теплая погода, я слышу пачули, шоколадные пачули. Мне слышится сладкий такой нежный черный шоколад вместе с пачули. Называется аромат пачули. Этот аромат мы купили для моего мужа. Он очень сильно любит пачули. Его первый аромат пачули это вот этот аромат. Он стоит у нас всегда как память. Вот этот пустой флакончик называется аромат Ипи Пачули от марки Карамент Белли. Шикарнейшие пачули. Но это реальные такие пачули. Если кто-то любит сундуки, тараканы, это вот этот пачулистый ароматик вам подойдет. Шикарнейший аромат. Мы не нашли больше этого флакончика, то есть больше этого аромата в нашем городе. Хотя на сайте можно заказать без проблем. Но как-то я этими хотела заниматься. Мы решили попробовать вот этот аромат. В общем-то я купила. Нравится моему мужу этот аромат. Он мягкий, он сдержанный. Сейчас он такой сладенький. Шоколадненький и с пачулями. А вот зимой я уже говорила, что я слышу грибы. Он какой-то мокрый. Он меняется. Он становится земляным каким-то. В общем другой он. Хотя приятный. В принципе этот аромат можно одевать на все сезоны. Осень тоже красиво раскрывается. Зима. Но если вы любите грибы, то вам зимой надо его носить. Весна и лето. Это вообще шикарнейший аромат. Я вам советую, если хотите присмотреться. Это вообще супер-супер аромат. Второе место. На первом месте у меня аромат от марки Yves Saint Laurent. Вот. Вот. Опиум. Этот аромат я купила ровно год тому назад. У меня есть видео про этот аромат. Я уже снимала видео про вот этот аромат. Поэтому если хотите, посмотрите. Это винтажная версия. Шикарнейший аромат. Чувствуется винтаж. Аромат шикарный. Ох, как я его люблю носить именно летом. Потому что я его попробовала носить осенью. Когда еще тепло, то он красиво раскрывается осенью. Когда уже холодает, он начинает одеколонить. Я ощущаю одеколон. Такой навязчивый одеколон. И меня раздражает запах одеколона. Я помню в детстве, когда выпускались вот эти тройные одеколоны. И когда отец любил на себя налить полфлакона тройного одеколона, я думала, что я умру. И, наверное, это такие ассоциации с детства неприятные. И когда слышу здесь вот эту одеколонность, меня напрягает и начинает болеть голова. Честное слово, я пробовала его одевать зимой. Не понравился он мне зимой. Он какой-то съеженный. Он какой-то некрасивый. В общем, даже не раскрывается. Как-то так напрягает даже. А вот весной я пробовала одевать. Ранее весной, когда еще было прохладно, он меня тоже напрягал. Я нанесла на себя три пшика. Я думала, что я умру. Я вечером должна была принять душ, потому что я не могла выдержать. У меня прям разболелась голова от этого одеколона. Сейчас уже одеколона я не слышу. Он просто тает. В тепле он тает. Сейчас уже у нас тепло. Наконец-то уже солнышко есть. Теплый воздух. Он шикарно раскрывается. Он прям тает. Я даже вчера вечером перед сном один пшик нанесла сзади в ямочку на шее. Потому что я так люблю наносить, когда я помою волосы. И прям он создал такую приятную мне атмосферу перед сном. Прям мне хотелось его слушать, слушать. Думала еще второй пшик сделать, но побоялась. Потому что действительно аромат такой стойкий. Очень стойкий. Это просто что-то нереально. И сегодня, если мой муж принюхается к моим волосам, он услышит, что мои волосы пахнут. Опять пахнут ароматом. То есть он держится на моих волосах, пока я не помою уже в следующий раз мои волосы. То есть он очень-очень стойкий. Такой стойкий, что словами передать не могу. Я такие ароматы люблю. Я тяжелую артиллерию люблю носить летом. Если ее можно носить летом. Без этого надо попробовать, подходит он на лето или нет. Я так делаю. Я пробую. Если мне нравится, то все, аромат у меня становится летний. Вот этот аромат для меня летний. Я одеваю его на какие-то торжества. Я, если иду куда-то, чтобы действительно от меня пахло так конкретно. И действительно от меня пахнет. Я люблю, чтобы ощущали от меня приятный такой богатый аромат. И вот этот аромат у меня на первом месте, потому что он дает мне все то, что я хочу. Именно летом. Это мой любимчик. Этот опиум у меня еще есть. Это парфюмированная вода. У меня есть еще туалетная вода. И для меня каждая капля дорога вот этого аромата. Я вообще супер. Я теперь даже жалею, почему я не купила два флакона, когда магазин закрывался. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, что может быть где-то еще и встречу я вот такой аромат. Обязательно теряться не буду. Куплю еще себе на запас. На запас. Я уже думаю про запас, потому что неизвестно, что ароматы винтажные пропадают. Их становится все меньше и меньше и меньше. А это действительно красотуля моя любимая. Это первое место на лето. Вот этот аромат. На этом я буду заканчивать мое видео. Всего вам доброго. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Что вам было интересно послушать и узнать, какие ароматы я люблю носить летом. И, конечно же, пожелаю вам всего самого наилучшего. До скорой встречи. С вами была Татьяна. Пока-пока. Пока.